Здравствуйте. Всем привет. Как меня слышно? Скажите, пожалуйста. Громче, тише. Тогда верну слайд назад. Смотрите, у нас с вами час. Здесь тайминг довольно жесткий, поэтому я буду говорить в своем темпе. Если будут вопросы, на которые я вдруг вам не успею раскрыть тему или просто останутся, после лекции мы выйдем с ребятами, и вы уже подойдете или там на три дня, выставка, четыре. Мы с вами обязательно встретимся. Можете смело подходить, спрашивать, задавать ваши вопросы. Окей? Супер. Меня зовут Настя. Собственно, я сегодня буду рассказывать вам про свой любимый способ заваривания. Это фильтр кофе. Называется тема «Батч брю вопреки». Мы ее назвали так, потому что часто бывает, что фильтр кофе, может быть, недооценивают. Кажется, что надо куча сложных девайсов для него каких-то. Либо наоборот, покупают дешевое оборудование, самое там какую-нибудь дешевую кофеварку, дешевую кофемолку домашнюю, и варят, думают, что все так хорошо, все и так окей. Но что важно сказать, если вы понимаете, как заваривать кофе, если вы понимаете, какие процессы происходят во время заваривания, можно заварить на любом оборудовании совершенно. Мне кажется, я пропадаю. Совершенно на любом оборудовании, совершенно на любом кофе можно сделать окей. То есть вам не обязательно покупать какую-то 90-бальную гейшу от чемпиона мира по обжарке кофе, и только тогда ваш фильтр кофе будет нормальным. Будет пример сегодня, когда мы берем базовый кофеек, и с помощью настроек, с помощью помола, воды, коэффициента мы делаем хорошую чашку. Да, она может быть невеликолепной, то есть вы не пойдете с ней выступать на чемпионат, но она будет приемлемой, ее можно отдавать гостям, и, скорее всего, большинству гостей такая чашка будет даже предпочтительней, потому что наши гости ждут балансный, спокойный питки кофе. То есть это когда вы уже 10 лет работаете в индустрии, или 5, вам хочется чего-то экстраординарного, какой-то необычной кислотности, но не всем это требуется. Итак, почему фильтр кофе супер? Я так считаю. Давайте попробую вам это доказать. Во-первых, он экономит время бариста и гостей. Если вдруг в ваших заведениях или вы у себя в заведении еще не делаете фильтр кофе, задумайтесь на эту тему. Это очень классно. Вам надо всего лишь 10 минут, чтобы заварить двухлитровый термос. Сейчас ребята в зоне подготовки варят для нас 16 термосов. Пока я рассказываю теоретическую часть, у нас будет готов кофе, и мы с вами его дружно продегустируем. То есть нам нужно 8 минут. Дальше мы ставим наши термосы на барную стойку, и можно делать, как многие в заведениях, например, термос for free. То есть вы, в смысле, фильтр кофе безлимитный. Там 150 рублей вы платите, подходит, гость подходит, наливает себе чашку, садится, читает книгу, работает в компьютере. Все равно никто не выпьет больше двух чашек по 300 миллилитров. То есть вы не разоритесь точно. Либо можно поставить в ресторане или в кафе где-то на стойку, где работают раннеры или официанты, и человек, который не умеет заваривать кофе, он спокойно подает эту чашечку, относит к гостям. То есть для того, чтобы подать фильтр кофе, не нужна какая-то высококвалифицированная специальность. Дальше. Большая вариативность. Вам нужна одна фильтр-машина, одна кофемолка. Вы можете купить 10 термосов по 3000, поставить их на барную стойку. У вас заходит гость, говорит, здравствуйте, я хочу кофе. Вы у него спрашиваете. Вам там более плотный, более сладкий? Может быть, вы хотите горький, может быть, вы хотите с нотами красной смородины. И на любой его ответ у вас будет приготовлен кофе заранее уже. Потому что одна машина, одна кофемолка дала вам кучу разных результатов за счет зерна. То есть вы, обладая маленькими вложениями, получаете огромный спектр вкуса. Он проще в работе. Пришла толпа из гостей. Все хотят, например, 10 человек американо. Желает, да? Быстренько мне надо сварить всем американо. Я один бариста на смене. Если у меня есть фильтр кофе, я могу предложить гостям угоститься чашечкой фильтра. И тогда я потрачу на вот эту очередь с 10 человек не 40 минут, готовя каждому порцию эспрессо, заливая водой и отдавая в зал. А там роскошные 12 минут. И все мои 10 гостей будут прекрасно себя чувствовать. И пить вкусный, стабильный кофе. Потому что я его в термос уже настроила спокойно, когда у меня не было запары. Пришла с утра, и у меня еще есть блокнотик, например, где выстроены все рецепты. То есть я без гостей, без запары сварила вкусные 2 литра термоса. И гости, когда начинается обед или завтра, какой-то агрессивный такой поток, получают отстроенную чашку. Не хаотичную, когда на потоке там варят и непонятно что, а стабильную, вкусную. Фильтр кофе, тоже можете представить, это гораздо лучшее сочетание к еде, чем эспрессо или американо. Потому что эспрессо – это маленькая агрессивная чашка. Вряд ли вы будете есть какие-нибудь драники со сметаной и запивать этой чашкой эспрессо. Они будут друг друга перебивать и не будут давать синергии. То есть у вас не будет баланса какого-то сочетания. Главное в пэринге – это чтобы два ингредиента в сумме давали третий новый ингредиент. И вот в фильтр кофе можно подобрать кучу сочетаний. Там классная какая-нибудь кения, кислотная, сочная, будет отлично сочетаться с чем-то, каким-то, может быть, острым или горьким блюдом, таким пряным. Там суперцветочная эфиопия будет отлично сочетаться… Что ж такое-то? С чем-то более спокойным, таким деликатным вкусом. То есть фильтр кофе позволяет огромное количество получить разнообразие именно в комбинациях с десертами, с выпечкой, с завтраками, с обедами и даже с ужинами. То есть фильтром можно легко заменять вино в заведениях, потому что есть куча стран кофейных, которые позволяют в букете бокала, когда вы будете пить чашечку, получать херес, коньяк, бурбон, красное вино, не знаю, кальвадос какой-нибудь. То есть есть много алкогольного кофе. И вот я даже вчера была на лекции, там были 20 человек, которые вообще с кофе никогда не соприкасались. То есть это не вы, которые пришли на кофейную выставку. И там была жутко ферментированная Танзания. То есть она прямо, знаете, такая алкогольная-алкогольная. И вот они были в восторге, что типа, о, я могу там ездить за рулем, но у меня будет ощущение, что я выпил. То есть это прикольно. То есть кофе можно заменять алкоголь. Ниже стоимость оборудования. Входящий порог, чтобы купить себе классную машинку, там, Долокорто Зеро и классную кофемолку. Ну, здесь у вас там на полтора миллиона, да, на вскидку сетапчик стоит. Для того, чтобы сделать себе фильтр-станцию, вам надо всего лишь уделить внимание в воде, потому что вода – это очень важно. Ну и здесь вода будет важна. Кофемолки, потому что кофемолка в паре с машиной – это тоже всегда как бы доминанта. Если у вас плохой помол, будет плохой эспрессо, будет плохой фильтр. То есть кофемолка вытягивает, качество помола вытягивает, например, дешевесну машины. То есть если у вас есть выбор, что купить, купите кофемолку подороже и там сэкономите на машине, например. Да, я очень активно жестикулирую и переключаю. Так же и здесь. Но здесь входящий порог не полтора миллиона, а там 300 тысяч можно уложиться, да, 350 тысяч. Это гораздо приятнее. Опять же, если вы не кофейня, бар, ресторан, кофе – это не ваш профильный продукт, воспользуйтесь этим предложением. Не надо вкладывать там 2 миллиона сюда. Можно начать с этого. Познакомить ваших гостей с кофе, а потом уже заработать на нем и докупать остальное. И он интереснее, легче, но как бы в то же время сложнее для восприятия. То есть опять же, если взять каких-то людей, которые не знакомы с кофе очень близко, дать им чашку какого-нибудь концентрированного эспрессо, возможно, они испугаются. Возможно, им будет не очень приятно его дегустировать. Но если вы сварите какой-нибудь хороший балансный фильтр на сладкой Бразилии, где будут орехи, шоколад, там желтые косточковые фрукты, они получат удовольствие и будут спокойно его пить и как-то вникать в нашу с вами индустрию. Кофе-брюинг-контроль-чарт. Есть те, кто с ним не знаком? Вау, классно, супер. Я все равно чуть-чуть расскажу. Он нам супер сегодня сильно не нужен, но мы будем от него отталкиваться при восприятии чашки и в тот момент, когда мы с вами чашку будем описывать сегодня, ну и в принципе, когда вы уйдете и будете сами там оценивать кофе. У него есть основные квадраты, да, это идеал, то есть самая главная кофейная организация, Specialty Coffee Association, говорит нам о том, что если мы будем кофе варить в центр, скорее всего, чашка будет классная, хорошая, балансная. Это собрано на как бы огромной фокус-группе, да, то есть огромное количество людей дегустировало кофе и договорились, что чашка с экстракцией меньше 18% воспринимается как очень кислотная, очень соленая, очень агрессивная, резкая, то есть нам этого количества веществ недостаточно для восприятия. То есть человеческий язык, да, мы все разные, но в целом нам нравится примерно плюс-минус одно и то же, если мы хотя бы откаливрованы в рамках одной страны. И вот меньше 18% кофе воспринимается недоваренным, как будто бы мы извлекли из него не все еще. Чаще всего больше 22% кофе воспринимается переваренным. Он слишком сухой, он горький, есть ощущение наждачки, есть ощущение парацетамола, то есть мы извлекли больше веществ, чем планировали изначально, то есть у нас переэкстракция получилась. Вертикаль — это текстура напитка, то есть тело, да, ТДС — это количество растворенных веществ. То есть кофе коричневый, если он коричневый, значит, в нем что-то плавает, это вот есть частички кофейные. И если мы растворили больше полутора процентов, чашка будет, скорее всего, восприниматься очень кирпично, это, да, ну на сленге, то есть она очень тяжелая, кажется, что она не закатывается, а так прямо застревает во рту. Если мы растворили меньше 1,15%, это будет вода, да, weak. Весь нижний, вся нижняя горизонталь графика — это weak, жидкий кофе, вся верхняя горизонталь графика — это strong, тяжелый кофе. В серединке мы получаем хороший, приятный кофе, но он может быть недоэкстрагированным, может быть переэкстрагированным. Мы можем получить с вами жидкий переэкстрагированный кофе, можем получить жидкий недоэкстрагированный кофе. То есть вариаций куча. Он может быть классный по текстуре, но не классный по вкусу. Он может быть отличный по вкусу, но отвратительный по текстуре. И вот эти точки, они нужны для калибровки, чтобы когда вы пробуете чашку, это для вас как бы маркеры восприятия. То есть вы попробовали, и мы чашку оцениваем не в комплексе, мы всегда ее разбираем на атрибуты. То есть к этому надо прийти, потому что так легче исправлять ошибку. То есть вы попробовали чашку, понимаете, текстура приятная, напиткая, гладкая, но, кажется, есть соль. Значит, вы такие, ага, я примерно вот в этой части графика. Исправляйте те нюансы, которые вам нужно исправить. Больше вкуса мы вывариваем с помощью времени, температуры и времени. Больше тела мы делаем с помощью уменьшения помола. То есть чем меньше фракция, тем плотнее текстура напитка. Плюс еще есть диагонали, это коэффициенты. Я думаю, что примерно понимаете. Но тоже легко представить, что если вы взяли коэффициент 1.22, вы намеренно варите вот такой кофе. То есть вы никогда не попадете в классную чашку, вы сразу делаете жидкий кофе. Если вы взяли коэффициент 12, вы намеренно делаете очень плотную чашку и недоэкстрагированную. Стандартный коэффициент 15, 16, 17 примерно. Но надо понимать, что этот график, как бы это средняя позиция, это не значит, что весь кофе с этим графиком будет работать. Например, у вас очень темно пожаренный кофе. Ну, так бывает. Либо вы там, не знаю, эмигрировали в Италию, например. Просто вы живете в регионе, где ваши гости настроены пить темный кофе, например. Или у вас оборудование, которое перегревает воду. То есть у вас очень агрессивная заварка происходит. Там на температуре, например, 100 градусов. Такое прямо близки к печенью. Или вы забыли про пачку кофе и ей уже полтора месяца. То есть вы явно такой кофе, если будете варить в центр, он не получится классным. Вам надо… Простите? А можно поправить громкость с той стороны? Так лучше? Нет? Нет, до сих пор не лучше. А вам все это время не слышно было? Окей. Но я вообще могу громко разговаривать. Так. Если мы берем старый кофе, темный кофе, дешевый кофе, мы не будем его варить на коэффициенте 16 никогда, потому что мы с этим коэффициентом заберем все самое худшее из этого зерна. То есть он уже… Либо у него деревянные ноты появились от старения, от целлюлоза, либо у него очень много прогорклых масен от старения тоже. Либо это просто темная обжарка, где много вкусов карамелизации и пиролиза. И обычный коэффициент 16-17 заберет хорошее и еще сверху. То есть все то, что мы не хотим в чашке видеть. Это все алкалоиды, вот эти кофеиные и так далее. Все, что горькое, противное, такое тяжелое очень. Поэтому такой кофе мы будем стараться экстрагировать чуть поменьше. То есть, например, с коэффициентом 14. Для того, чтобы забрать соли, забрать кислоты, забрать сахара и не дойти до алкалоидов, которые очень тяжело растворимы, они растворяются в самом конце. То есть всегда экстракция по одному сценарию движется. Соли, кислоты, сахара, алкалоиды. Сахара, углеводы, я имею в виду. И нам нужно дойти до сахаров. В том случае мы сварим хорошую комплексную чашку. Но не растворить слишком много вот этой финальной стадии экстракции. Тогда мы уйдем в переэкстракт. Но если мы остановимся на кислотах, чашка будет соленая, агрессивная, резкая. Она не будет балансная, то есть не будет собранности. Например, мы взяли вот одну, с вами сценарий проговорили, а потом мы взяли с вами кофе с чемпионата, вам кто-нибудь привез с мирового. Ему там 98 баллов, какой-нибудь просто лот выиграл все чемпионаты, все чемпионы мира за ним охотились. И вы понимаете, что это очень богатый кофе, что в нем столько всего, что если вы возьмете коэффициент 14, вы просто не успеете это экстрагировать. Этому кофе надо больше места. То есть в нем столько вкусов, и надо дать ему место, чтобы растворить эти вкусы. Поэтому коэффициент будет 16, 17, может быть даже 18, потому что у кофе большой потенциал. Он готов отдавать вам эти вкусы. Вам надо только создать условия, чтобы это в чашку перешло. Сейчас пойдем дальше двигаться и еще раз будем это фиксировать. Итак, что же имеет значение для того, чтобы фильтр кофе был вкусный? Буду поглядывать на времени, чтобы не переборщить. Первый фактор – это генетика, произрастание и обработка. То есть первое, что мы делаем перед тем, как начать заваривание кофе, это анализируем сырье, которое у нас сейчас есть перед глазами. Иногда бывает так, что вы можете участвовать на чемпионате, и там есть, например, компалсари, это закрытая подача, где вы не знаете, какой кофе. То есть вам просто организаторы дают ноунейм-пачку, вам надо посмотреть на зерно и за полчаса подобрать к нему классный рецепт, который выиграет все остальные рецепты, вы пройдете в финал. И самый легкий способ подступиться к этому зерну – поломать его, погрызть, попытаться как-то сжамкать в пальцах, чтобы оценить его структуру. То есть весь кофе разный по плотности. Он бывает очень твердым. Это в каких случаях? Не до жар. Очень высокогорная какая-то кислотная арабика, какая-нибудь кенийская, например, еще и маленького размера. То есть пибери, маленькие зернышки, они всегда более плотные, чем здоровые зерна. Это может быть какой-то, не знаю, просто разновидность такая. Вот такой кофе, он очень твердый. То есть к нему надо что-то выбрать, какой-то другой подход, чтобы он экстрагировался. Ваш обычный рецепт не будет с ним работать. Или наоборот, это может быть темная обжарка, которая ломается от одного прикосновения. Это может быть натуральная какая-то экспериментальная обработка. Все натуралки, они более рыхлые, чем мытый кофе. Это может быть какая-нибудь марагаджип. Знаете, вот эти здоровые зерна большие, которые тоже очень хрупкие. То есть вы их трогаете, они тут же разваливаются. То есть у каждого зерна своя структура. И вы можете это понять еще, ну как бы даже не коснувшись водой его. То есть просто поломайте, погрызите. Слюна – это отличный растворитель. То есть мы слюной можем растворить тоже вкусы. Можете погрызть и понять, что у вас в этом кофе, какие вкусы, какой потенциал. Проанализировали зерно. Если вдруг у вас есть пачка, там что-то написано. Страна, регион, высота, обработка. Трана, обработка очень важна, потому что мытый кофе более плотный, натуральный кофе более рыхлый. Экспериментальный кофе каким угодно может быть. Он может быть, например, очень маслянистым. Он прямо блестит такой вот эти все эксперименты. Они супер жирные. Но внутри до него вообще не добраться. То есть там его еле-еле сломать. То есть вам надо сварить его так, чтобы вот эта часть не переэкстрагировалась, а та часть успела раствориться во время вашего заваривания. Или, например, есть обжарщики, которые быстро жарят кофе. Такой у них быстрый профиль. То есть они не успевают зерно просушить. У них в центре зерно очень плотное, такое зеленоватое, со вкусами недожаренного кофе. А оболочка уже спалилась. То есть она уже темная, уже рыхлая. И вам, если вы там баристы или дома просто заваривать кофе, надо сделать так, чтобы вот эта часть не сгорела, а внутренняя часть успела завариться. То есть анализируем то, что у вас есть. Визуально, на вкус, как угодно, опираясь на ваш опыт предыдущий. Дальше что мы еще можем оценить? Мы можем оценить степень обжарки. Мы это уже примерно обсудили. Цвет, текстура. Может быть, у вас на пачке написано там. Обжарка под эспрессо. Обжарку под эспрессо тоже можно сварить в фильтр машине. Просто чуть-чуть по-другому. Фильтр, обжарку можно сварить в эспрессо машине. Просто чуть-чуть по-другому. Не так, как обжарку под эспрессо. Если она темная, чуть пониже температура, чуть поменьше коэффициент, чуть поменьше температура заваривания. Все, у вас получается великолепный кофе на обжарке под эспрессо. Нас здесь еще интересует дата обжарки. Когда кофе жарится, первые часы его можно заваривать. Он спокойно ведет себя. Он довольно податливый до экстракции. Но потом у него начинается спад, потому что идет активное выделение углекислого газа, то есть очень сильная стадия дегазации. С разных машин по-разному, на разном кофе по-разному, но в среднем примерно 5 дней это занимает. То есть если вы купили кофе двухдневный, вам его будет, скорее всего, тяжело заваривать, потому что он будет… Вы так заливаете воду, он пузырится, весь шипит, и вот этот газ, он выталкивает воду, то есть он не дает воде зайти внутрь зерна и забрать спокойный вкус. То есть всегда газ мешает завариванию. Что можно в таком случае сделать? Можно зерно заранее предсмолоть. То есть вы понимаете, что вам сейчас надо заварить воронку или там фильтр, да? Смолите на полчаса раньше, например. Пусть кофе раздышится, пусть лишний газ уйдет, и вы спокойно будете заваривать свой фильтр кофе. Если вам пришел кофе, там, однодневный, двухдневный обжарки, вы понимаете, что у вас ничего нет, вам завтра весь день с ним работать, откройте пачку на ночь. Он спокойно раздышится, вы будете на следующий день прекрасно с ним работать. А, и наоборот, обжарка может быть старой. Так случилось, вы забыли про партию, но вы не хотите выкидывать там 15 килограмм кофе, да? Просто на складе, говорит, завалялась, и ей полтора месяца. Она лежала без азота, например, да? То есть это обычная пачка, запаянная в кислородной среде. Кофе не очень любит кислород, потому что кислород усиливает процесс старения, он окисляет зерно. И хоть там ГОСТ есть и все такое, есть стандарты, все обжарщики пишут, что срок хранения кофе – это 12 месяцев. Все знаете, наверное, да, что рекомендуют месяц. Ну, то есть выпейте наш кофе в течение месяца-двух, потому что чем дольше от этих двух месяцев, тем кофе будет менее интенсивный. Он не станет там вредный, плохой, мерзкий. Он просто будет терять свой вкус, и будут появляться те оттенки, которые сигнализируют о старении. Чаще всего это целлюлоза. То есть очень часто можно попить кофе, и он такой деревянный. Это вот процесс старения. Если мы понимаем, что кофе у нас старый, многие думают, что старый кофе, у него все улетучилось, сейчас я его как агрессивно позавариваю, возьму температуру повыше, еще что-то. Вообще чашка будет классная. Это тоже не так. То есть у кофе уже закончился срок его пика, когда он на максимуме вкуса. Он уже начинает приобретать те оттенки, которые мы не хотим, и вкус падает. И нам надо сделать тоже заваривание такое деликатное. То есть нам надо забрать позитив, но сделать так, чтобы негатив не растворился в чашку. Состав воды. Что скажете про воду? Сколько вода процентов занимает фильтр кофе? Есть ответ у вас на этот вопрос? 95. Если вернуться к слайду с кофе-брюин-контроль-чартом. Вон, видите верхняя граница ТДС? Полтора процента. Это кофе. 98,5% остальное в чашке фильтра кофе – это вода. И вот примерно настолько вода имеет значение. Если ваша вода плохая, пахнет, имеет какой-то цвет, может быть, у нее какие-то некачественные минералы там. Ну, в смысле, не то, что некачественные, а те, которые не подходят кофе. Что, как сделать? То наш кофе будет не того качества, как мы планировали. Самые желательные минералы для заваривания кофе – это кальций, калий и магний. Если в вашей воде много магния, ваша чашка будет суперсладкая. То есть магний – это буфер для высвобождения сахаров. Можно сделать очень легкий эксперимент. Пришли к себе в заведение или домой, купили две бутылки с водой, или дома фильтр взяли, смотря что, как вы обычно варите. И в аптеке купили за 30 рублей магний, порошочек. Растворили в одной бутылке, во второй нет. Одну воронку заварили обычной вашей водой, другую воронку заварили с растворенным магнием. Это будут две колоссально разные чашки. Магний – это очень крутой минерал, поэтому большинство каких-то классных кофеин делают воду, например, с реминерализацией. То есть насыщают воду дополнительно тремя минералами – кальций, калий и магний. Можно не ставить какие-то хитрые фильтры себе. Можно купить баночку минералов жидких. Сейчас много кто это делает. Вот есть у компании High Water, я видела, они продают. Есть у компании Resource Coffee Hunters. 500 рублей у вас вот такая баночка минералов. Вы берете свою воду, капаете туда эти минералы, замеряете жесткость, тоже замеряется жесткость кондуктометром. Он стоит в химическом магазине 500-600 рублей. Очень полезная штука в заведении. Особенно рекомендую держать. Дома, если увлекаетесь, если вы какой-то брюер, тоже по желанию приобретите. Замерили минерализацию воды. На 50 ппм это получится один вкус. На 250 ппм это получится совершенно разный вкус. СКА рекомендует нам заваривать водой от 50 до 250 ппм иногда в разных регионах. В Питере водичка очень мягкая. Там иногда 50 еле-еле набирается. В Москве довольно жесткая вода. Тут иногда 180-200 ппм. В Питере отлично варится фильтр кофе, потому что ему надо место для кислотности, для этих ярких вкусов. Поэтому куда бы вы ни пришли в Питере, даже в какую-то базовую кофейню, фильтр кофе будет ок. В Москве почти везде варится эспрессо классно, потому что для эспрессо важно тело, текстура. Для него нужны минералы, чтобы чашка была более жирная, была комплексная, более сладкая. Это так работает. То есть если вы заморочились, вы можете себе на машину подключить одну минерализацию, а на фильтр заваривания совсем другую минерализацию. Я, например, знаю проект в Нальчике. У них очень жесткая вода, и они себе возят воду из Питера. То есть они не могут добиться того результата с помощью той воды, которая у них есть, и они фурами себе возят воду, чтобы заваривать фильтр кофе. В воде базово не должно быть хлора, не должно быть света, не должно быть запаха. Хлор – ноль. Но это для питьевой воды, в принципе, требование. Дальше соотношение кофе к воды. Попью. Что это такое? Это наш коэффициент, то есть брю-ратио. В эспрессо это 2 чаще всего. 1,8, 2, 2,2, 2,3, 2,5. То есть все, что около двойки. В фильтре это обычно 16. То есть базовая формула, чтобы высчитать коэффициент, литр разделить на 60. То есть такая формула, которую всем рекомендуют. Пол-литра – 30, 250 воды – 15 грамм кофе взяли. Но 16 – это как бы точка отсчета. Это не значит, что какое бы вы кофе ни взяли, на 16 будет хорошо. Это просто будет ок. Это не будет там как-то отвратительно. Но вы можете с помощью ваших знаний улучшить чашку. Например, если у вас там старый, темный кофе, дешевый, уменьшаем коэффициент. Дорогой, классный, какой-то богатый. Можно коэффициент увеличить, чтобы появилось место. Вода – это место, куда вы помещаете вкусы. Сварили чашку, попробовали. То есть у вас время нормальное, помол нормальный, но чашка кислая. Дайте ей чуть больше воды в следующий раз, например. Или сварили чашку, попробовали. Она жидкая, чуть-чуть горькая. Кажется, что вы переборщили немного со вкусом. Уберите это место. В следующий раз она будет более комплексная, сбалансированная и без горечи. Цифры. Коэффициент средний 16. Ну и там уже начинается. Плюс-минус. Помол. Размер помола. Тут все легко. Чем больше фракция, тем кофе отдает сложнее вещества. Потому что большая фракция, и надо больше времени, чтобы проэкстрагировать. Чем меньше фракция, тем быстрее кофе отдает вещества. Так, дорогие друзья, мои помощники, любимые. Можно уже первый лот потихонечку отдавать, чтобы мы сейчас будем заканчивать с теорией. И уже зрители начинали пробовать. Спасибо. Да, сейчас ребятки будут вам выдавать стаканчики с кофе. Там будет примерно 40-50 миллилитров. Это будет наш первый лот. Я вам пока не буду говорить, что это, не буду говорить, как мы его заваривали. Мы его с вами попьем, чуть-чуть поболтаем. Вы дадите мне обратную связь, как вам этот кофе. И потом я скажу, что это было за зерно и как мы его заваривали. Окей? И так будет три раза. Тем временем продолжу. Тут все легко. Маленькая фракция быстро отдает, большая фракция долго отдает. Например, если у вас, вы понимаете, что обжарщик вам кофе чуть-чуть не дожарил. То есть, ну вот он кислый. Хочется, чтобы он был более рыхлый, более податливый. Хочется, чтобы он вкусы отдавал быстрее. Помол возьмете меньше или крупнее, чем обычно? Меньше. Кофе твердый. Надо сделать так, чтобы он этой твердостью мог отдавать вкусы. Все равно. Если кофе рыхлый, какая-то обработка необычная. Он кофе весь такой пористый. Из него очень легко выходят вкусы. Он огромного размера. Это огромное зерно. Это обжарка темнее, чем вы рассчитывали. Увеличивайте помол всегда. Чаще всего мытый кофе варится вкуснее на более мелком помоле. Натуральный кофе варится на более крупном помоле вкуснее. Итак, время заваривания. Если мы кофе варим 10 минут, он переэкстрагируется. Если мы кофе варим 2 литра, я имею в виду, варим его 3 минуты, он не доэкстрагируется. У каждого объема есть примерное характерное время. Очень редко, когда мы хотим, чтобы фильтр 2 литров варился больше, чем 8 минут. Не варите 2-литровые термосы по 10-12 минут. Это почти всегда будет переэкстракт. Вообще все, что за 8 минутами, это уже на грани фола чаще всего. Литр примерно за 4 минуты варится. Плюс-минус. Если мы понимаем, что кофе очень богатый, он такой прямо весь насыщенный, поварите его подольше, в нем есть что вам отдать. Если вы понимаете, что кофе сдержанный, скромный, какой-то такой закрытый, не надо его варить очень долго. Он как бы чем дальше, тем хуже будет вам отдавать вкусы. Давайте вопрос. А, нет, я в конце задам вопросы. 3 вопроса и разыграю 2 пачки, кто ответит быстрее всех. Будет по презентации вопросы. Температура воды. Тоже все легко. Чем выше температура, тем быстрее кофе экстрагируется. Чем ниже температура, тем сложнее кофе экстрагировать свои вещества в воде. Если мы берем супер какой-то сладкий кофе, супер рыхлый, супер какой-то он такой масляный уже, вы его поломали, он весь ломается тут же от вашего прикосновения. Температура будет выше или ниже? Ниже. То есть он и так хорошо подготовлен. Вы и так можете его спокойно растворить. Если вы берете плотный кофе, недожаренный кофе, кофе маленького размера, который весь такой закрытый, возьмите температуру повыше. Если мы берем старый кофе, старее, чем мы хотели, температура пониже, все верно. И есть еще у нас такая опция на классных машинках, на нового формата, нового образца. Это управление профилем залива. Когда вы с помощью программы можете задать настройки поведения воды. То есть можно сделать предсмачивание, можно сделать импульсное вливание. То есть это как вот если бы вы руками вливали из чайничка, только это делает за вас большая машинка. Вот на Кертисах есть, на последних такое. То есть с помощью турбулентности, это называется турбулентность, вы можете тоже регулировать извлечение вкусов. Если водичка спокойненько льется одной струей, просто 4 минуты не спеша, это низкая турбулентность. То есть кофе там никак не перемешивается в этой станции, на него всегда подается с одной скоростью, с одним давлением водичка. Если вы сначала подали воду, остановились, то есть частички такие подпрыгнули, подготовились к завариванию, вода перестала литься, частички успокоились. Только они успокоились, еще начинает подаваться вода. Они снова подпрыгнули, снова успокоились. То есть их все время кто-то баламутит, они все время подпрыгивают. И вот это движение частичек, я имею в виду кофейных, вот в этой корзине, это и есть турбулентность. То есть чем больше частичка двигается в вашей воде, тем больше как бы новой воды она встречает. И чем больше новой воды она встречает, тем больше вкусов она отдает в эту воду. Круги, импульсное вливание, там какое-то вращение, вот этой корзины, это высокая турбулентность. Просто спокойная струйка, это низкая турбулентность. Например, взяли кофе. Вы понимаете, что в нем очень много газа? Кофе только там три дня с ростера, его недавно пожарили. И у вас есть регулировка воды. Что можно сделать? Предсмачивание. Супер. Это классное решение. То есть что? У вас есть там 120 грамм молотого кофе. Налили в него 300 воды и закончили подачу. Кофе с этой водой контактирует, частичка увеличивается в размере, она как бы подготавливается к основной заварке. И когда пойдет основная часть воды, ей легче будет забирать вкус из этой частички. Правильно? Предсмачивание всегда усиливает как бы вот следующее заваривание, которое последует после него. Вы всегда кофе предподготавливаете, но дальше заварка будет агрессивнее уже. Окей? Супер. Так, это у нас будет задачка. Мы к ней пойдем чуть позже. Сначала попьем кофе и обсудим его. Это у нас пока что первый лот? Можно второй и третий постепенно. Все, да? Так просто друг за другом. Давайте я себе тоже возьму, чтобы понимать, о чем вы будете говорить. Один целый Бразилия еще остался. Это она? Отойдите мне две эфиопии тоже туда. Ой, я сказала. Не важно, что это эфиопия на самом деле. Это не имеет значения. Там дело в другом. Давайте обсудим лот номер один. Можете прямо говорить все, что думаете. Горько, пережженный. Окей. А как у него с кислотностью? Давайте дадим остыть ему чуть-чуть, хорошо? А как тело у этого кофе? Да, мне скорее, ну, выше среднего, то есть оно такое прям плотненькое, маслянистое. Какой у него финиш? Ну, прям негативный, прямо все отказать, выкинуть и никогда больше не пить? Вы представьте, что это не вы пьете. То есть не человек с каким-то умудренным опытом, с огромным количеством разных лотов, которые вы дома завариваете или в кофейне. Нам сейчас надо представить, что мы как бы голый лист, то есть мы не оцениваем кофе из своих предпочтений. Я могу бесконечно любить Кению, но я как профессионал могу оценить Индонезию, которую, например, я не люблю, хотя это неправда. Я могу бесконечно не любить натуральный кофе, но мне надо его оценивать, если на чемпионате, или там на каппинговом столе, или я понимаю, что мне в ассортимент обжарки надо вести натуральный кофе. Личные предпочтения уходят на задний план. Мы оцениваем кофе просто объективно, опираясь на его как бы сильные стороны и слабые стороны. То есть у этой чашки явно сильная сторона – это тело. Очень плотный, очень маслянистый кофе. У него высокая сладость. Орехи, шоколад, какое-то желтое яблоко, может такое печеное, такой прям сахар какой-то есть. У него, да, низкая кислотность, простенькая, цитрусы, ну что-то такое там на заднем фоне где-то есть. Это не его сильная сторона. Послевкусие. Ну давайте попробуем описать, что здесь послевкусие. Специи, да, печеный, сжженый сахар, да, то есть что-то коричневое явно. Там никаких цветов, никаких ягод точно нет. Как вы думаете, что это за кофе? Похож на американо, да, это как бы кофе, который я могу предложить человеку, который никогда не хотел погружаться в кофе, просто зашел ко мне в заведение и такой, я хочу кофе базовый, дайте мне американо. А я говорю, а может вы попробуете фильтр вот такой, например. То есть это альтернатива американо, да. А есть предположение, что это за страна? Это Бразилия, да, все верно. Это очень базовая Бразилия. Она не входит в категорию спешлти, то есть это не спешлти зерно, потому что это очень большой лот. То есть у нее примерно 81, сейчас дойдем, 2 балла, как будто бы по вкусу, но из-за того, что это гигантский лот, он не может получить сертификацию спешлти, потому что маленькие лоты только получают. Это обжарка больше, чем эспрессо. Это обжарка под молоко. Но это же не ужасно. То есть это как бы окей, это можно пить, это можно положить там, не знаю, в чашечку 300 миллилитров, и человек, который привык там, не знаю, пить кофе с сахаром, положит, у него будет прекрасная, балансная, сладкая чашка с орехами. Больше время развития, да. То есть у него сильней вкус смещен в сторону карамелизации, простите. И мы как бы такой кофе, подразумевается, что не готовим в фильтре. Но этот кофе заварен в фильтре, и его можно отдавать. И я знаю заведения, которые отдают такой кофе, и их гости приходят за таким кофе. Например, у нас есть в Питере американский байкерский ресторан такой. И туда чуваки приходят и говорят, дайте мне кофе, который похож на орехи и шоколад. И чтоб его девочка ходила и с кувшиной стеклянного наливала. Это американский кофе. То есть вот в нашем как бы представлении американо это из машины, когда водой разбавили. Но нет, вот американский кофе. Сладкий, балансный, без кислотности, спокойный. Спокойный кофе. Все. Как бы ничего больше не надо здесь. А? А? Регуляр, да. А какой здесь коэффициент? Как думаете? Соотношение кофе к воде. Нет, если бы я взяла коэффициент к 16, мы бы все вообще не смогли пить эту чашку. Это было бы очень водянисто, во-первых. Очень горько. То есть это была бы горечь x4 от того, что мы сейчас пьем. И гиперсухо. Потому что, во-первых, это недорогая Бразилия. Она рыхлая сама по себе. Во-вторых, это темная, прямо темная обжарка. Это еще делает ее более рыхлой. И то есть такой рыхлый кофе, если я заварю на 16, я заберу столько оттуда, что чашка будет вообще противная. Это коэффициент 12. Ну, 12,5. Да. То есть мы понимаем по brewing control chart. Если я беру 12, я попадаю в недоэкстракт. Но за счет вот этого зерна, которое рыхлое, я получила нормально экстрагированную чашку. Это не недоэкстракт, да? Он не соленый, и он не кислый. Понимаете? Супер. В общем, у меня не было задачи напоить вас каким-то крутым кофе. Это вы попьете на выставке. Тут не будет каких-то сверхлотов. Задача была взять сложный кофе и заварить его адекватно. Темная Бразилия – это сложный кофе для заваривания. Приятная? Супер. Видите, среди нас есть те, кому нравится. Да, мне тоже нет такого, что я хочу быстрее запить водой и избавиться. Благодарю. Так, давайте пробовать. Я только не знаю, где один, где два, но сейчас разберемся. Старый. Это какой? Вам дали еще второй и третий лот, правильно? А, вам еще… А, тут подписано. А, тут подписано все уже. А, это у меня только подписано. Ладно. Это хорошо. Все, все, все. Сейчас у вас будет третий, пока пьем только второй тогда. Пьем и как бы смотрим, что в этой чашке хорошо, а что плохо. Можете сразу накидывать. Хлеб, крошки, выпечка сладкая какая-то, овощи, ощущение зелени, может быть, какой-то, да, травянистости. Кислотность низкая, средняя, выше среднего, высокая. Ну, я скорее тоже к высокой, к лагерю высокой. Сейчас она остынет еще, и как бы там будет еще выше. А вы не пьете? А, все. Ой, простите. Сейчас ждем леди. Сильно ждать не сможем, к сожалению, потому что поджимает следующий лектор, ему надо будет освободить площадку. Резюмируем. Зелень, трава, выпечка какая-то такая, да, злаковость. Я бы даже сказала, не выпечка, а злаки. Ощущение бейкет, есть такое, типа немножечко запеченный он как будто бы. То есть он недоразвитый, да, нет вот этой карамели, шоколада, а просто есть какая-то вот эта вот, какая-то вот, да, хлебность вот эта. Это запеченность чаще всего. Высокая кислотность, тело легкое, среднее, плотное. Легкое. Может быть, даже водянистое, я бы сказала. Да. Окей. Смотрите, вы уже слышали, что это Эфиопия, кто-то слышал. Это базовая Эфиопия Седама, но мы ее намеренно не дожарили. То есть у нее очень маленькое время развития. Это даже как бы не фильтр. То есть мы выключили, ну да, закончили обжарку гораздо раньше, чем мы заканчиваем ее для фильтра кофе. Из-за этого у нее нет терруара абсолютно, нет цветов, нет лайма, нет черного чая, нет какой-то текстурочки приятной, да, сахара, потому что еще недостаточно развились. Ну и вообще нет дескрипторов. То есть она такая плоская и зеленая. Все, что зеленое, это как раз признаки недожаренного кофе. То есть это зелень, это недожар. И я еще ее к тому же попросила, чтобы ребята заварили на воде 0 ppm. Почти что. 0 мы не можем сделать, потому что у нас нет дистиллятов здесь. Это осмос. Осмос мы там начинали от 10 ppm, закончили с 7 ppm. То есть это очень близко к дистилляту, но нет. Ну 6 ppm, 6-7 ppm. ppm – это жесткость воды. Part per million. Одна частичка на миллион. Что это значит? Во-первых, у нас в воде нет буферов. То есть нашему кофе не за что зацепиться, чтобы экстрагироваться в чашку. Это раз. То есть хорошие, приятные штуки, они не вылезут, потому что у них нет помощи. То есть сладости не будет, потому что в воде нет магния. Из-за этого она не сладкая. Кальция, калий – это тело и кислотность. Да, кальция и калий. Плюс у нас в воде очень много места. То есть раз там занято всего лишь 5 ppm, 5 частичек, то есть остальное это место в воде свободно. И туда пойдут те штуки из кофе, которые легко растворяются. Позитивные не пойдут, потому что им не за что зацепиться, но пойдут все негативные. Поэтому чашка очень кислотная, агрессивно кислотная, потому что растворились кислоты, но не те, которые мы хотели. Например, в этой Эфиопии иногда есть цитрусовая кислота, иногда есть яблочная кислота, может быть, иногда даже есть ортофосфорная, смотря как ее пожарят. То есть она такая комплексная кислотность. Но здесь тупо лимон. Все, кроме лимона здесь ничего нет. Причем лимон такой агрессивный. Здесь нет ни намека на яблочко, ни намека на персик в этой чашке. Или есть у вас? Нет, вряд ли. Потому что, а, кофе недожарен, б, мы выбрали для этого кофе совсем неподходящую воду. Как можно исправить недожар? Давайте подумаем. А? Да? И попьем третью чашку, обсудим ее. Все получили третью чашку? А сейчас подумаем. На, там доваривается. Окей. Пока ждем третью чашку. Пойдем дальше уже. Но ничего, это как бы не будет вас всем избивать. Это подходящая тоже задачка под тему. Итак, мы оперируемся на наши знания. То есть у нас есть блокнотик, куда вы все фиксируете, все ваши лекции, мастер-классы, личный опыт, YouTube-ролики, которые вы просматриваете. Вы все это либо тут, либо как-то здесь, да, кладете и запоминаете. У вас есть кофе, который вы анализируете перед тем, как подступаться к завариванию. Ага, Кения, 88 баллов, мытая обработка, потрогали суперплотное зерно. Подумали, как я буду его заваривать? То есть прикинули в голове уже. У вас есть ваше оборудование, там кофемолка, фильтр-машина. И дальше вы варите классную чашку, которую не стыдно отдавать гостям и самим пить. И вот две задачки. Раз задачка. И два задачка. Попробуйте сейчас в голове вот эти ситуации представить. Можете себе сфоткать. И попробуйте как бы представить себя. Вот вы стоите за баром. У вас есть раз лот, два лот. Как бы вы к нему подступились? Какой бы вы выбрали коэффициент? Какой бы вы выбрали помол? У вас есть, допустим, минералы. Вы можете еще минерализацию менять. У вас есть изменение температуры. То есть вы можете на вашей машине менять температуру. У вас есть коэффициенты. Ну и все разные дополнительные штуки. То есть как бы вы заварили вот эти два лота. И дальше я включу свои ответы и мы сверимся, совпало у нас или не совпало. Пока ждем третий, пока вы думаете. Можно вернуться ко второму и к первому, если у вас остались они еще. Они там супер поменялись. Уже не в лучшую сторону. Первый, кстати, неплох, а второй сильно плох. Наша задача, когда мы варим кофе, сделать так, чтобы он был вкусным не только на горячей температуре, он должен по мере остывания либо развиваться, то есть становиться лучше и сложнее, либо не ухудшаться. Если кофе по мере остывания становится неприятным, мы что-то выбрали не так, какой-то рецепт, мы неправильно к нему подступились, неправильно выбрали параметры. Нам его обжарили так себе, зерно так себе. То есть чем больше каких-то минусов, тем больше это будет заметно по мере остывания. Чашка будет разваливаться, становиться негативной. Но если вы профессионал, если вы понимаете, как работать с любым зерном, не только с дорогим, с которым легко работать, ну типа чем дороже кофе, чем больше у него вкусов, тем меньше надо профессионализма, потому что кофе и так классный, он и так будет классным, даже если вы так себе заварили его. Но если кофе средний, если кофе базовый, а такой кофе тоже надо заваривать, и мы часто с таким кофе работаем, тут уже будет зависеть ваш профессионализм. Чем круче вы понимаете процессы, тем сильнее вы поднимете уровень чашки. Окей? Вот третий лот. Передавайте друг другу, пожалуйста, помогайте нашим замечательным волонтерам. Можно пока задать вопросы, если вы попили уже, и вам нечем заняться, но не по этой задачке. А если пьете, то будьте сфокусированным и анализируйте то, что вы получили. Старайтесь разложить кофе по атрибутам. Аромат отдельно, кислотность отдельно, тело отдельно, вкус отдельно, послевкусие отдельно, баланс отдельно. Когда вы научитесь оценивать кофе, раскладывая на каждый вот эти атрибут, тогда вы будете за секунду понимать, что у вас не так с рецептом или с зерном. Попили? Ага, у меня все окей, тело не окей, поменяли что-то. Попили? Все супер, послевкусие отстой, поменяли что-то. То есть надо анализировать не всю картину, ну, помимо всей картины, надо еще атрибуты отдельно пытаться вычислять и уметь их определять качеством. Можно ли как-то включить пейсер, если случайно перекрагировал его, либо нет экстрагировал, либо просто поливать? Если переэкстрагировал нет, если недоэкстрагировал да, чуть попозже скажу как. Но тоже не сильно. Байпас есть такая штука, мы про нее чуть попозже поговорим, но она работает чаще всего не так, как про нее думают люди. Часто байпас применяют не в тех ситуациях. Пьем третью и обсуждаем. Хотела дойти до брюн-контроль-чарта, но не получается. Давайте про байпас. Пока все пьют. Что это такое? Это снижение концентрации с помощью добавления чистой воды. То есть вы сварили концентрированный напиток, эспрессо, например, и добавили к нему воды из бойлера. Сделали американо. Американо, который вот этот вот. Это байпас. То есть вы добавили чистую воду в уже концентрированный напиток. Эспрессо варится с ТДС примерно 9-12%. Фильтр, мы с вами сказали, 1,1, 1,5 примерно. Я вот хочу дойти до графика, но что-то у меня не получается. Слушайте, я не очень уверена и, видимо, пользователь. Ну, в общем, ладно. Бог с ним, с графиком. Я думаю, что вы все его запомнили, да? Вот он. Байпас. Если вы сварили strong under-extracted, то есть кофе вот в этой правой границе верхней, и начинаете добавлять в него воду, вы понижаете концентрацию, то есть вы опускаетесь в under-extracted, но это по-прежнему недоэкстрагированный кофе. Если вы сварили кофе в strong over-extracted, то есть тяжелый, концентрированный переэкстракт, вы добавляете в него чистую воду, он становится приятным по текстуре, но это по-прежнему over-extracted, это по-прежнему переэкстракт. Понимаете? Для того, чтобы сделать байпас, надо сварить в strong. И тогда с помощью байпаса вы сможете опуститься уже в серединку. Байпас очень крутая штука, если перед вами незнакомое зерно. Вы понятия не имеете, как его варить. Если вы возьмете коэффициент 17, вы точно, ну, нет, вы можете попасть в нужную точку, но, скорее всего, перескочите, например, да? Но если вы возьмете коэффициент 14, вы недоэкстрагируете чуть-чуть, попробуете, и с помощью байпаса доведете до нужного вам состояния. Не делайте байпас никогда больше 20%, потому что на горячей он вкусный, но по мере остывания чашка будет расслаиваться и разваливаться. Будет отдельно кофе, отдельно вода. Например, заварили воронку, там 250 грамм на выходе готовой получилось, 10% это сколько? 25 грамм, да? Попили третий, пожалуйста, обсуждаем. Сладкий? Окей. Давайте сравнивать вторую и третью. Давайте в сравнение. Как она изменилась? Да. Это один кофе. А что изменилось? Тело, сладость, кислотность. Что с ней стало? Кислее? Третий. А тут говорят, что наоборот плотнее получается. Ага. То есть смотрите, букет стал более оформленным. То есть появились какие-то дескрипторы. У кого не так? Нет? Все, окей. Что еще изменилось? Приятное, неприятное? Более приятное. Окей. Окей. Этот кофе более комплексным. Мы сейчас не говорим про то, что это лучшая чашка вашей жизни. Но динамика на улучшение. Все согласны? Супер. Да, здесь все одинаковое, кроме воды. Мы сделали воду с помощью минералов. И она у нас получилась 160-170 ппм. То есть мы подняли минерализацию с помощью кальция, калия и магния. И они забрали нашу сладость из недожаренного кофе. То есть в третьей чашке этот кофе не выглядит зеленым, травянистым, каким-то таким. Хотя должен быть. Он реально недожаренный. Там даже по цвету видно, что он такой весь белый. Но здесь он выглядит норм. То есть не хочется его вылить и попросить у Бориса деньги обратно. Только в воде. Все. 150-180 где-то. 150-180. А, нет, у второго 5 ппм. А у третьего 150. Ваши решения задачек. А вы можете мне включить, пожалуйста, решение? Ага. И следующий. Вот этот. Иргачиф, смотрите, как сделала бы я. У нас осталось 5 минут. Я проговорю, вы скажете, с чем не согласны. Я беру базовый коэффициент. Да? А, нет. Соотношение. 1 к 14. То есть вместо коэффициента 16 я взяла поменьше. Почему? Потому что я читаю. Обжарщик мне написал. Карамель, чернослив, черный чай, табак. То есть этот кофе пожарен сильно в карамелизацию и в пиролиз. Скорее всего, если я буду натуральную обработку четвертого грейда ломать, она будет рыхлая, не очень плотная, очень пористая. И мне не надо ее сильно заваривать. Поэтому я уменьшу коэффициент. Я возьму помол. Обычный, базовый для заваривания своего кофе, потому что меньше делать не надо из-за того, что кофе рыхлый и так. Но и крупнее не надо, потому что я взяла меньше коэффициент. Я возьму примерно 4 минуты. То есть я не рассчитываю на большое время. Я наоборот хочу, чтобы водичка быстрее протекла, чем обычно протекает через мой двухлитровый объем. И, возможно, я воспользуюсь байпасом как раз-таки 10-15%. Но, может быть, он даже не потребуется. Может быть, и так будет хорошо без него. Термос всегда перемешиваем, потому что кофе расслаивается. И если у меня есть опция изменения температуры, я еще понижу температуру заваривания, потому что кофе рыхлый. Чтобы заваривание не было агрессивным, возьму температуру более спокойную, более мягкую. Согласны, не согласны? Окей. Задачка номер 2. Колумбия лавилла лалалей, мы ее так назвали. Обработка, какой-то эксперимент необычный. Супер свежая пачка. Еще и в азоте кофе хранился. Там много углекислого газа, то есть кофе не раздышался еще. Оценка великолепная. 88 баллов. Вкус маракуйя, вермут, манго, малина. То есть у него должно быть очень много сладости. Но водичка у нас 50 ппм. Мы понимаем, что эта водичка эти вкусы не вытянет. То есть в воде недостаточно жесткости, чтобы забрать все то, что заложено в кофе. Я могу открыть пачку за ночь, чтобы у меня кофе раздышался. Предсмолоть, если нет времени вот этой ночи. Я беру обычный коэффициент 16, но время заваривания рассчитываю подольше, потому что кофе ультрасвежий, кофе ультравкусный. Пусть он подольше поварится, чтобы у меня больше растворилось. Тщательно перемешиваем термос всегда. Если есть опция, температуру возьму более агрессивную. 95, 96, 97. Свежий кофе, богатый кофе. Не бойтесь варить высокой температурой. Ему будет хорошо. И он только больше вам отдаст. Я могу сделать предсмачивание. Предсмачивание уберет лишний углекислый газ, который есть в суперсвежем кофе из-за азота. И я могу повысить минерализацию. Все верно? А? Почему? И что? Он очень свежий, много газа. Из маленькой частички выйдет быстрее вкусы. Из большой частички из-за газа выйдет вкус медленнее. То есть я помогаю воде зайти в мой кофе с помощью уменьшения помола. И плюс повышаю время заваривания. Так, ну что? Сколько у нас есть времени? Две минуты? Желательно уже закругляться? Окей. Давайте вопрос. Если я сварила кофе, и у меня получилось на графике weak under extracted, стоит ли делать байпас? Все, кофе ваш. Заберете потом? Если моему кофе 35 дней в открытой пачке, какую температуру заваривания возьму? Вот там была первая рука. Ниже, допустим, давайте вам доводящий вопрос дополнительный. Это натуральная эфиопия. Сколько возьмете градусов? 92, 90, что-нибудь такое. Давайте все равно вам за то, что вы были первые, когда подняли руку. Друзья, вопросы уже мы не успеваем, но давайте я сейчас быстро замоюсь, выйду, и если вам что-то от меня надо, не стесняйтесь, подходите, я все расскажу. Хорошо? Спасибо вам большое. Хотелось бы больше времени, но надо дать слово всем.